Приветствую вас, друзья, и расскажу-ка себе вам маленькую историю. Это очень полезно будет для всей жизни наперёд. Да, очень будет полезно, потому что эффективность всегда надо измерять. И так устроен человек, что по своей природе, поскольку он социальное существо, обычно он как-то меньше доверяет себе и больше доверяет социуму. Ну вот дело в том, что был такой человек, о нём многие слышали, читали, бывший фантаст, потом создал он дионетику, саентологию, его звали Хаббард. И Хаббард стал миллиардером, потому что он придумал две вещи. Значит, первое, измеритель эффективности, то есть по существу, эмметр. Это такой прибор, когда вот первые, первые, я помню, ещё были две такие банки, такие электроды держащих, и там между ними стрелка ходит, измеряет по электрическому сопротивлению кожи всего лишь навсего. Ну, когда человек смотрит, как у него меняется состояние по стрелке, когда он был в стрессе, и вдруг он снимает стресс, и чувствует, как стрелка меняется, и он себе начинает больше верить. Ну, Хаббард стал миллиардером, потому что он сказал, если хотите быть миллионерами, миллиардерами, создайте религию. Ну, тогда же вот, и сейчас, наверное, в Америке там религиозные направления, они налогами не облагаются за счёт этого. Он такой гениальный мужик был, кстати говоря. Я сейчас тебе скажу, вот, в чём была ошибка, и в чём мы давно его перегнали. Я скажу сейчас. А этот м-метр, он совершенствовался, совершенствовался, до такой степени усовершенствовался, что он уже последние его модификации выглядели вот так. Видите, стрелочки там какие, ну, стоило и 20, и 30 тысяч долларов. Да, ну, Хаббард придумал, что, купив такой м-метр, ну, естественно, ты богатейший, раз ты его продавал. Во-вторых, ты богатеешь, потому что ты по этой стрелке чувствуешь, как меняется твоё состояние, когда ты делаешь работу над собой. А работу над собой какую он придумал? Дело в том, что он говорил, вспомни самый первый страх свой, вспомни наркоз, вспомни горе своё, печаль свою. И человек, когда пытался вспомнить, он, естественно, в транс погружался, потому что это эмоционально-болевые точки. А когда ты в транс погружаешься, там разгрузка происходит. И вот у него был такой вот клиринг, так называемый, очищение, очищение. И вот для него результатом вот этого целого курса, вот этого очищения, клирос, по-моему, назывался. Но если я ошибаюсь в каком-то из названий, вы меня поправьте, пожалуйста. Это как раз продемонстрирует вашу осведомлённость, любознательность. И всем будет такой коммент хороший в подарок. Мы же должны знать историю. Потому что дианетика, саентология, которая обещала человеку стать гармоничным, стать богатым, вот второе у него было изобретение. Это он говорил, что я буду учить вас быть богатыми, бизнесменами. Ну, там недостаток для меня вот лично. В том заключался, что, во-первых, зачем вспоминать плохое? Потому что некоторые люди после этого одетинга, они ко мне приходили и говорили. Ну, их было немного, но человек 15, я помню. Как раз это модно развивалось. Их прямо вылавливали на улице и говорили, хочешь быть счастливым, иди сюда. И они там вспоминали свои неприятности, погружались в этот транс. Ну, они после, некоторые приходили ко мне, как я сказал, и жаловались, что я-то и забыл про это, какой я тогда был. А тут снова погрузился в это горе. И вот теперь я хожу, вот и не могу выйти из этого состояния. Ну, ошибки, ошибки такие. Поэтому у нас в методе ключ, вместо того, чтобы погружаться в горе, в бездну этих неприятностей, к чему это вообще надо? Мы как раз таки говорим, вспомни лёгкость, вспомни полёт. Поэтому у нас и упражнения есть полёт. Вот Александр Сунцов, руководитель, значит, школы рукопашного боя в Калининграде сделал нам подарок для нашей школы. Видите, полёт, человечек летает, полёт. Ну, я просто говорил человеку, вспомни хорошее. И когда он вспоминает хорошее, он, если включаются у него какие-то неприятности на контрасте, он представляет себя, допустим, счастливым, вспоминает счастливые моменты жизни, и тут же выплывает балласт. И этот балласт надо сбрасывать, как на воздушном шаре. Поднимаешься выше, что-то мешает, балласт сбрасываешь, поднимаешься ещё выше, а метод ключ на этом построен. Видите, разница какая большая. Ну и второе ещё, вот самый метр, м-метр, м-метр. Но он у нас ничего не стоит. Это же самое главное. Вот Константин Михайлов сделал нам из Ростова Великого, он сделал нам вот такую штуку, которая тоже определяет эффективность. Видите, шкала стресса, градусных напряжений. Шторм – это когда у вас очень плохо, смятение, а штиль – это когда спокойно, миротворно, благодать, такое прекрасное состояние. Да, Константин Михайлов и Александр Сунцов, привет вам. Это участники нашей школы, человек будущего. Конечно, мы всё делаем беззатратно. Беззатратно, не утыкаясь только в горе, наоборот, мы создали методики, которые позволяют, и все участники школы, совершенствуют. И вот в прошлой книге уже были, были их имена, с их приёмами, которые они сами уже создали. Видите, заставший стресс работать на тебя. Метод ключ от комнаты страха. Да, использовать энергию страха, использовать энергию стресса для решения нерешаемых задач. Вот что мы и чем занимаемся. Ну, так вот, дальше. Дело в том, что этот метр, а теперь совершенствую его, не в том, чтобы он был металлический или деревянный, а в том, чтобы он был визуальный. Это 10, это шкала стресса, градусных напряжений, это 0, нулевое состояние безмятежности, в котором можно перезагружаться, мечтая о желаемых переменах в себе и в будущем, перенастраиваться, создавать новые отношения к вещам, создавать новые мотивации, настраиваться на творческие качества, создавать изобретения, новые идеи генерировать. Ну, это совершенно другое дело, правда? Но всё-таки Хаббард когда жил? И мы когда живём? Мы же всё-таки более современные люди, да? А там ещё вот ещё недостаток такой был в отношении. Дело в том, что он говорил научить бизнесу, и вот эти вот компании, которые стали миллиардерами, миллиардерами, перессорились между собой, они ведь бизнесу в каком смысле учили? Ну, человек туда приходит, думает, что он бизнесменом станет, а там учили вербовать других туда, бизнес делать на этом. То есть, привлекать туда в участие, и говорить, это называлось, стать бизнесменом. Ну, вы представляете, да? Я вам рассказал эту интересную историю, потому что у нас будет вебинар, дату я завтра сообщу, конкретно, ну, это будет в 2 часа вечера, сообщу дату, и вы поспешите на него, потому что после объявления все будет 2-3 дня, то его включение. Дату я объявлю, скажу. И там у нас на вебинаре будет, конечно, индикатор напряжения. Я научу вас пользоваться этим индикатором напряжения. Вы сможете виртуальным, виртуальным, а вот с обратной связью, друзья. Вот кто не знает, кто случайно зашел в нашу школу, чтобы знал. Обратная связь, это когда ты представляешь себе мысленно, измерил свое состояние, что у тебя 10, допустим, или 7, или 8, а потом ты сделал упражнение, приемы, которые я там покажу, а я там покажу новые вещи такие потрясающие, и у тебя сразу раз снизилось до нуля, и ты говоришь, слушай, как это хорошо, такое райское состояние. Я давно не помню себя в таком хорошем состоянии. Вы представляете, это будет очень необыкновенный, очень результативно, практически, с индикатором напряжения. Дело в том, что там, когда ты представляешь себе, я научу, как этим пользоваться, и рычажок там мысленно двигает, что ты можешь быстрее снимать напряжение, а если ты расслабленный какой-то, тебе нужна бодрость, вместо чашки кофе, или какого-то допинга, которыми раньше спортсмены увлекались. Просто мысленно рычажок поднимешь, и тонность придет. Это очень интересные штуки, которых не было ни у Хаббарда, ни у кого в мире никогда. Поэтому вебинар будет очень интересный. Что касается зарабатывания денег, конечно, когда у вас лучше голова будет соображать, когда вы стресс бросили, выглядело нулевое состояние безмятежности, и помечтаете о том, как же мне заработать денег, подсознательные базы данных выдадут вам ответы. Но я этому всему научу на вебинаре. А если человек страдает страхами, паниками или какими-то психосоматическими делами, он сгармонизируется. Сгармонизируется, потому что... Вот мне недавно человек, у него Паркинсон, он говорит, странное дело. Я говорю, ну как сейчас дела? Мы с ним виделись неделю назад, 15-20 минут, по скайпу. Он живет совершенно в другом городе. Он взрослый. Он говорит, странное дело, я после вашего упражнения, говорит, почему-то спать хочу. А я говорю, ну и как? Спите? Сплю, говорит. А что же вас волнует? Он говорит, а я боюсь, а вдруг я потом ночью спать не буду. А я говорю, ну вот неделя прошла, вы как ночью спите? Он говорит, прекрасно. Я говорю, так что же вы волнуетесь? Потому что, когда вы снимаете напряжение, будь то у вас ковид, будь то у вас бехтерево, будь то у вас какая-то психосоматическая, будь то у вас что угодно. Когда вы снимаете лишнее напряжение, уходит страх, а страх уходит вместе с комплексами, блоками и стереотипами мышления. Вот опять мне кто-то звонит, или кто-то, я потом отвечу. Постоянно я помогаю, постоянно помогаю, все звонят. Ну давайте, до встречи, друзья. До встречи. А то мне надо срочно помощь оказать. Метод ночью помогает. Мне очень быстро помогает. Специалистов обучаю специально этому. Это там другой совершенно формат. Это надо со мной сначала поговорить, чтобы я принял кого-то на обучение как специалиста. А это вот, до всех. Подписывайтесь на наш YouTube канал, там много бесплатных любезов. Выходите в Zoom с вопросами, получаете ответы, и вебинар будет прекрасный. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.